Ну хорошо, давайте теперь займемся условной вероятностью и независимостью. Совсем простое мы делали в прошлый раз. Это я говорил, давайте бросим игральную кость, будем считать, что Крупье нам сообщил, что эта игральная кость выпала четной стороной кверху, а мы ставили на единицу, ну тогда вероятность, конечно, будет равняться нулю. Что-нибудь более интересное про условную вероятность? А вот более интересное, например... Ну, давайте так. Итак, первая задача на условную вероятность. Есть множество состоящих из n элементов, ну как обычно, это просто отрезок натурального ряда от единицы d, множество натуральных чисел. Из этого множества извлекаются два случайных подможества. Сейчас объясню как. Случайные. Извлекаются так. Во-первых, по схеме выбора с возвращением, это у нас вроде вчера уже было, когда я про чисто рассказывал, помните? В круге. Схема выбора с возвращением, это значит выбрали одно множество, потом на время забыли, какое выбрали, и второе выбираем независимо от первого, в том смысле, что оно может с ним совпасть. Вот. А выбор осуществляем так. Вот в этом множестве есть все возможные подмножества. Сколько их, кстати, давайте расскажите, кто-нибудь. Сколько всего есть подмножество, множество из-за элементов? Два B. Два B, да. Вот у нас есть куча мешок, в котором лежит два в степени множеств, и мы из этого мешка наугад вытаскиваем одно множество, называем его A, потом возвращаем, наугад вытаскиваем второе множество, возможно, совпадающее с первым, называем его B. Вот два таких случайных множества. Значит, давайте найдем вероятность того, что A состоит из K элементов, B состоит из L элементов, при условии, что A и B не пересекаются. Вот так. Тут надо уже вспомнить определение условной вероятности и четко осознать, как это посчитать. Тут еще комбинаторика есть некая, симпатичная, которую тоже надо будет преодолеть. Понятно, что у нас в знаменателе будет два в степени 2N, потому что у нас всего можно сделать выбор 2N и умноженное на 2N. Да, это... Но в знаменателе чего? Согласитесь, что вот эта вероятность, это ведь отношение двух вероятностей, да? Да. То есть это будет и в знаменателе числителя, и в знаменателе знаменателя. Ну, смотрите, определение условной вероятности, оно таково, что сверху стоит вероятность пересечения тех событий, которые написаны вот здесь. То есть вот есть одно событие, что одновременно мощность A равняется G, мощность B равняется L. И второе событие, что эти два множества не пересекаются. И вот вероятность этого всего вместе, всех трех этих условий, она стоит в числителе. А в знаменателе стоит просто вероятность условий. Ну, давайте я напишу. Мощность A равняется K, мощность B равняется L, А пересеченная с B пусто. И это надо поделить на вероятность того, что А пересеченная с B пусто. Вы совершенно правильно говорите, да, что каждая из этих вероятностей определена на таком пространстве, в котором всего 4 в степени N элементов. Ну, или 2 в степени 2. Поэтому и в числителе в знаменателе вероятности будет стоять 2 в степени 2, и в знаменателе в знаменателе вероятности будет стоять 2 в степени 2. А таким образом мы приходим просто к тому, что знаменатели, конечно, сократятся. Если вы помните, как я мотивировал введение условной вероятности, то я ведь так и писал. Там было отношение мощности, а затем я для красоты слога и в числитель и в знаменатель добавил деление на мощность амеры так, чтобы получились вероятности. То есть, на самом деле, вот это отношение можно сразу вычислять как количество ситуаций, благоприятствующих числителю, поделить на количество ситуаций, благоприятствующих знаменателям. Вот, значит, надо посчитать, сколько таких и сколько таких. Как-нибудь посчитать. У числителя получится С из НПК умножить по С из Н-ХПН. В числителе получится С из НПК умножить на С из Н-ХПН. Так, это идея. Это правильно. Нам нужно просто посчитать, действительно, количество таких ПА множеств А и В, что у этого множества К элементов, у этого А, и они при том не пересекаются. То есть, мы должны выбрать сначала из Н К элементов для множества А, потом из оставшихся Н-К выбрать Н элементов для множества В, и это действительно будет количество ПА множеств, которые будут приятствовать вверх. Ну, давайте. Я думаю, что знаменатель будет число сочетаний из Н по мощности А умножить на число сочетаний... А мы не знаем мощности А. Просуммировать, наверное, надо по мощности А. Можно так подойти к вопросу. Значит, знаменатель – это сумма по всем мощностям А, что-то такое по всем мощностям В. Ну, так сложно считать. Есть некая очень простая идея, как посчитать количество ПА множеств, которые не пересекаются. Надо придумать, как бы их закоделось в каком-то смысле, вот такую ПА множеств, как ее описать. Ага. Ну, по сути, тоже можно сказать, что если они разные, то скажем, что в множестве А умножить К элементов, а в множестве В, А. Ну, лучше, там, какие-нибудь, может, другие буквы использовать, И, Ж, например. Ну, это то, что я и говорил. То есть взять и написать какую-то страшную сумму по И и по Ж. Вот так вот. С и ЗН по И на С и ЗН минус и по Ж. Что-то в таком духе. Правильно, да? Это же имеется в виду. Нет, просто, допустим, у нас в множестве мощность А – это А, а мощность В – это В. Ну, я здесь это И, Ж обозначил. А и В, И, Ж – это не важно. Ну, хорошо, пусть будет уже И, Ж. Да. Почему тогда, если сказать, что это не разные, то у нас будет всего варианта, всего варианта, всего варианта этого, в числителе будет стоять С из Н по К плюс Л, можно С из К плюс Л по Л. Ну, это то же самое, что я и написал. Да. По-другому просто переписано. Ага. А в знаменателе это что? Ну, у нас всего исхода в 2 плюс 7 и 2 Н. Нет, в знаменателе мы должны написать количество таких пар множеств А и В, что А, пересеченное с В, пусто. Правда же? Да. Это же вероятность равна количеству благоприятствующих исходов, поделенного на 4 в степи нет. Но на 4 в степи нет, мы сверху снизу сократили. Не важно. То есть нам нужно просто посчитать, сколько есть пар множеств А и В, которые не пересекаются. Но мы не можем при этом сказать, какой они мощности. Можно рассматривать множество мощности 1 и 2, скажем, можно рассматривать множество мощности 2 и 10, там, как угодно. Формально то, что я написал, правильно. Единственное, что некрасиво очень выглядит вот эта двойная сумма. Жуть какая-то вообще, что значит просуммировать по И, просуммировать по Ж. Можем подойти к этому с точки зрения того, что каждый из элементов множества А и В может либо входить в другое, либо нет. То есть это как бы 2 в степени К, но там... Нет, там у нас никакого нет. В этом месте у нас К нет. Ага. То есть это сумма, наверное, 2 в степени К плюс Л, наверное? Ну К нет. Здесь вот мы никакого К не знаем. Эти множества могут быть какой угодно мощности. 2 в степени И и 2 в степени Ж. А что такое И и Ж? И и Ж – это переменные суммирования. Ну суммирование идет по И, там, от нуля до Н, и по Ж от нуля до Н, причем независимо. После этого, в принципе, можно, конечно, сообразить, как эту сумму свернуть, но лучше не глядеть на эту сумму, а вот было правильное совершенно предложение. Действительно сказать, что каждый элемент может куда-то входить, куда-то не входить. И вот это... 2 в степени К. Нет. К. Что такое К? Н только есть. Вот в этой ситуации есть только Н, единственный параметр. 2 в степени Н. Ну 2 в степени Н – это просто количество подмножек. А почему? 3 в степени Н. А почему 3 в степени Н? Хорошо. Так. А, сейчас, а вот смотрите. Вот может либо входить на что-то А, либо входить на что-то Б, либо вообще никуда не поднимать. Ну вот это правильное рассуждение. Ну вот это правильное рассуждение. А, сопоставить единички, элементом множества Б, двоечки, они не пересекаются, поэтому никакому элементу одновременно 1 и 2 не будет сопоставлено. Ну а те элементы, которые не принадлежат ни А, ни Б, мы обязательно нуляем. И у нас получится такое однозначное соответствие между парами множеств и последовательностями из нулей единицы двоек. Да? А у нас еще будут случаи, когда у нас, например, входит случай, когда у нас какие-нибудь из нулячки, например. Ну и что такого? Ну не будет единичек. Ну, мы говорим просто, что на каждую позицию мы можем поставить либо 0, либо 1, либо 2, независимо от позиции. То есть всего вот здесь вот получится 3 в степени Н вариантов. И среди этих 3 в степени Н вариантов есть, например, такой, когда вообще все 2 сплошные. То есть у нас А и В... Но это случай, когда И равняется нулю и Ж равняется нулю. То есть такой случай тоже, конечно, учтен. Если оба множества пустые, они, естественно, не пересекаются. Но этому вполне однозначно соответствует последовательность сплошных нулей. Если только А пустое, скажем, АБ какое-то, то у нас будут нули и будут двойки. И вот все это учтено, когда мы говорили, что каждый элемент может равняться либо 0, либо 1, либо 2, независимо от остальных элементов. И тогда, конечно, по правилам умножения мы просто получаем 3 в степени Н. Все. Вот ответ именно такой. СН пока на СН минус К по Н поделить на 3 в степени Н. Такая вот условная граница получилась.